Добрый день, друзья! Сегодня мы на форуме ЦИСКО, который посвящен интуитивной сети. И, в общем-то, вот здесь представлены демонстрации, которые действительно показывают, как решения ЦИСКО внедряются в жизнь. И я бы хотела поговорить с нашим студентом. Мы вообще-то, он сейчас работает в компании ЕССИ, серьезный человек. Вот, и он как раз расскажет о том, как внедряется технология ЦИСКО в концепцию интернета вещей. Ребята, это действительно уже существует. Вы изучаете то, что действительно реально реализуется в виде каких-то конкретных решений. Ну что ж, Виталий, расскажите, пожалуйста, как же конкретно это работает. Здравствуйте, меня зовут Виталий, как меня уже представили. И сегодня мы представляем на нашем стенде уже работающее решение интернета вещей. Я начну с того, что мы представляем это решение на основе технологии LoraOne. Это стандарт беспроводной сети, который был создан специально для интернета вещей. Его основные характеристики – это дальность до 15 км на открытой местности, до 4-5 км в городской местности. Также он работает на нелицензированных частотах – 868 МГц в Европе, 915 в Америке. И также идея этого стандарта заключается в том, что должны быть разбросаны автономные датчики, которые должны работать автономно. И этот стандарт обеспечивает высокую и долгую жизнедеятельность самих датчиков. Давайте начнем с решения умной фермы. У нас есть некий концентратор. В этот концентратор мы можем вставить до 6 различных датчиков. Датчики могут быть самые разные. На этом стенде мы показываем датчик влажности почвы, температура влагодавления. Также датчики метеостанции, которые измеряют скорость ветра, направление ветра. Также количество осадков за день, за неделю, за месяц. Дальше эти все данные собираются и уже по беспроводному стандарту Лараван передаются на базовую станцию. Это решение компании ЦИСКО. Компания ЦИСКО обеспечивает сетевую инфраструктуру для интернета вещей, что является самым основным компонентом для реализации. Дальше, когда эти данные все собраны, они должны где-то консолидироваться. Компания ЦИСКО сотрудничает с другой компанией-партнером Actility. Actility они предоставляют облачный сервис или нетворк-сервер. По технологии Лараван есть несколько компонентов самой архитектуры данной сети. Это датчик, базовая станция. За базовой станцией идет нетворк-сервер. И к нетворк-серверу подключается аппликейшн-сервер, где информация уже перерабатывается в полезные бизнес-данные. И уже к аппликейшн-серверу подключается приложение, которое вы можете увидеть. Все эти данные, которые мы сейчас собираем с датчиков, они в реальном времени транслируются на экран. Мы можем их визуализировать, выстраивать различные тренды. Использовать приложение мы можем как на ноутбуке, так и на телефоне. То есть сама программа идет мультиплатформенная. Также эти данные можно отсылать определенные алерты. Например, если кислотность почвы понизилась, то человеку может прийти месседж в аутлуке или смс, что нужно какую-то определенную зону проверить. То есть интервал между какой-то проблемой или какой-то задачей, которую нужно решить, и между принятием решения, он сокращается до 2-3 минут. Также хотелось бы сказать, что давайте пройдем, расскажу уже о других решениях. Мы также представляем решение «Умный город», решение «Умная парковка». Это также решение испанской компании «Либелиум». То есть у нее есть некие вот эти концентраторы, которые я рассказывал. Эти концентраторы, они делятся на разные категории. Может быть категория «Смарт-секьюрити», или «Смарт-вотер», или «Смарт-сити». Под каждую категорию есть определенные датчики, которые можно вставить в этот концентратор, и они уже в разрезе этой категории выполняют определенные функции. То есть также по «Смарт-сити» мы можем измерять трафик, мы можем измерять, например, диоксид азота, который является высшим 75% выхлопных газов автомобилей. Также на стенде у нас представлен датчик «Умная парковка». Этот датчик, он реагирует на изменения магнитного поля и работает по следующему принципу. У него есть такая штука, называется «дип-слип». То есть он просыпается, он измеряет определенные данные, и он отсылает единичку, если место занято, нолик, если место свободно. Потом эти все данные, они собираются в какой-то базе данных, и к этой базе данных уже подключается приложение для, собственно, на самой визуализации уже парковочных мест. Человек может посмотреть на телефоне, сколько свободных мест на парковке, сколько их занято. Это решает очень много различных муниципальных проблем, как загруженность дорог, как выхлопные газы, различные вредные. И, в принципе, если есть какие-то вопросы, давайте также скажу, что в эти хабы также могут быть интегрированы протоколы, индустриальные протоколы, такие протоколы, как Modbus, Canbus, также интегрированы протоколы NFC RFID. То есть этот хаб, он может считывать RFID-метку и потом по протоколу уже по стандарту LORAMAN передавать ее в облако. Это еще с помощью интернета вещей мы можем автоматизировать системы. И касательно умной фермы, мы можем, например, система полива, она может быть подключена также к сети LORAMAN. Она может через определенный контроллер считывать данные с датчика по влажности почвы. Человек программно может поставить критическое значение, назначить, и система полива, она будет сама принимать решение, нужно ли поливать или не нужно. Она может синхронизироваться с погодой. То есть если будет дождь, то она не будет поливать. Если будет сухая погода, то она будет поливать. Что касательно умного города, то уже есть много кейсов по умному освещению. То есть когда датчик уровня освещенности, он может покрывать определенную зону и отслеживать такие факторы, как, например, луна ярче светит или туман. То есть эти все факторы, они влияют на освещенность. И в зависимости от этих факторов, уровень освещения может автоматически или увеличиваться, или уменьшаться, что может также обеспечивает большие энергозапасы для муниципалитета. Что еще есть? Это уже действительно работает. Интернет вещей только-только сейчас он начинает зарождаться в Украине, и мы являемся просто свидетелями новой эры эволюции интернета. Я уверяю, что пройдет еще 3-4 года, вся Украина, она уже будет засеяна такими датчиками, и в этом направлении стоит развиваться, в это направление стоит вкладывать свои силы. Мы, как компания ERC, уже начинаем министрировать проекты по интернету вещей, как для аграриев, так и для умного города. И это только начало, поэтому если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить.